МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При поддержке Росатома в Десногорской школе открыта современная экологическая лаборатория. Первенство Смоленской АЭС погребли на лодках «Дракон». На плановом совещании с руководителями подразделений исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Мощность блоков в работе 19 634 мегаватта. По выработке показатель 92,2% от планов ФАС. На Смоленской АЭС в работе первые трети энергоблоки. Общая мощность составляет 2038 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 22 августа отключен на сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Выработка электроэнергии за 5 дней сентября составила 195 млн кВт-ч. электроэнергии. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 13,9 млрд кВт-ч. электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 1 сентября во всех школах города-атомщиков прозвенел первый звонок и прошли торжественные линейки. По сложившейся традиции, с началом нового учебного года учеников поздравили представители администрации Смоленской АЭС и руководство города. Вместе с добрыми напутствиями будущим выпускникам, показавшим отличные результаты в учебе, занявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах и активно участвующим в общественной жизни школы и города, были вручены удостоверения и почетные значки «Гражданин страны Росатом». Человек, юный человек формируется как личность, который гражданин нашей великой страны. И сегодня в рамках адресового проекта Государственной корпорации Росатом мы примем гражданин еще одной страны лучших выпускников, будущих выпускников нашей школы. Этот социальный проект Государственной корпорации призван объединить и поддержать активных жителей, которые вносят вклад в развитие своих городов, стремятся приумножить их благополучие. В этом году, вы знаете, у нас большой конкурс проходил под названием «Слава Созидателям», где школьники, в том числе школьники третьей школы, сами записывали историю нашего города, сами брали интервью у ветеранов нашего города, у своих дедушек, бабушек. Самым активным юным репортерам он вручил дипломы участников конкурса «Слава Созидателям», пожелав победы на федеральном этапе. В День знаний в школе номер 3 состоялось торжественное открытие современного кабинета химии, экологической лаборатории по мониторингу окружающей среды. Это уже второй проект школы, который стал победителем в конкурсе социально значимых инициатив, проводимом Общественным советом Госкорпорации «Росатом». В прошлом году на базе школы заработал оборудованный атом-класс для занятий физикой и математикой. Перспективы у вас впереди огромные, поэтому старайтесь, занимайтесь и приходите, возвращайтесь в наш город уже высококлассными специалистами. Экспресс-лаборатория «Пчелка-У» для учебных экологических исследований, лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности по естественно-научным дисциплинам, мини-лаборатории, установленные на школьных партах, специальные интерактивные пособия теперь для всех, кто увлечен химией. Есть большой простор для научной и исследовательской работы. «Приятно заниматься в обновленном, улучшенном классе, где есть много микролабораторий, где есть проекторы и вообще очень интересно». 3 сентября на базе стоянки плавательных средств прошло открытое первенство Смоленское с погребли на лодках «Дракон», посвященное Дню города. «Четыре года назад эта экзотическая лодка для нашего города «Дракон» впервые появилась у нас в городе. И сегодня в наших рядах за четыре года уже чемпионы России, призеры чемпионата Европы. Наверное, это супер достижение. Спасибо». Среди мужчин победила сборная САЭС «Атом». Второй к финишу пришла команда профсоюзной организации «Смоленская АЭС». На третьем месте – ЭЦМ. В результате напряженной борьбы среди женских команд места распределились следующим образом. На первом месте сборная «Фартовая чайка». На втором месте – ЭЦМ. И на третьем – сборная команда «САЭС-сервис». «Сегодня у нас замечательный день. Мы победили, заняли третье место. Для нас это очень значимо». «В этом году у нас вообще, так сказать, очень хорошее достижение, связанное с тем, что мы выполнили 12 кандидатов мастера спорта. Значит, выиграли чемпионат России среди ветеранов. Выиграли опять кубок Тверского «Дракона». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.